добрый день коллеги поставьте пожалуйста плюсики или минусы слышите меня или видеть или вовсе ничего отлично я поздравляю вас с началом новой недели меня зовут уриба достанно расстановить являюсь преподавателем международной педагогической академии дошкольного образования сегодня мы поговорим на тему межкультурной компетенции откуда она берет свое начало она взяла свое начало из необходимости контакта и взаимообмена между людьми группами культурами в мировом пространстве которая породила у представителей различных наук интерес к процессу взаимодействия и взаимовлияния различных культур понятие межкультурной коммуникации дело свое начало в 1954 году после выхода в свет работы трейдера и пола культура и коммуникация модель анализа самом общем виде межкультурные компетенции характеризуются как взаимодействия индивида группы или организации принадлежащих к различным культурам в решающим при этом является вопрос о значимости культурных различий способности их осознать понять адекватно учесть их в процессе коммуникации и вот для достижения данных целей для достижения взаимопонимания в таком процессе необходимы определенная совокупность знаний навыков и умений общих для всех культур и коммуникантов которые в теории межкультурной коммуникации называется межкультурная компетенция основным достоинством данного подхода является выделение такого аспекта межкультурной компетентности как способность понять и осознать свою культуру и также понять другую культуру еще одним положительным моментом представляется установление связи между мышлением и поведением однако мы прекрасно знаем что ребенку нужно необходимо нужно время для того чтобы понять и понять свою культуру понять ее основные черты приобщить себя к этой культуре и ему необходимо для этого время поэтому освоение азов межкультурной компетенции у детей происходит в старшем дошкольном возрасте когда уже определенные определенные моменты своей культуры ребенок уже усвоил данном случае необходимые различные инструменты для того чтобы у ребенка развивать межкультурную компетентность а именно специальные посудия которые помогут ему узнать о других народах о других национальностях их основных традициях понять их в этом плане я хотел бы вам порекомендовать одни очень интересные пособия называются поиграем города путеводителя раскраска и поиграем города путеводитель азбука в данных пособиях представлены в какой же степени данные пособия помогут развивать у детей межкультурную компетентность какие здесь существуют определенные черты помогающие ребенку освоить другую культуру на самом деле данные пособия привносят некоторый живой взгляд на нашу старую группу играем города которые мы часто раньше играли и которые сейчас дети не часто используют не часто играют поиграем города путеводителя раскраска она представлена в таком виде вот вы можете увидеть на слайдах страницы из этого пособия как вы можете узнать из названия данное пособие предназначено для раскрашивания помогающие помогающие детям оживить страницы данного пособия здесь представлены все 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 города в алфавитном порядке вот начиная с агры давайте сейчас будем переходить к пособию еще подробнее вот первая страница сказочная агра город самых невероятных сказок здесь женщины ходят в яркой национальной индийской одежде саре вот в этом плане мы познакомились с тем как называется их национальная одежда здесь на странице представлены характерные черты различных городов и также национальная одежда некоторых страницах можно увидеть даже животных которые характеризуют данный город вот агре например здесь женщины а здесь мужчина и полкова он сидит и медитирует да можно увидеть самок и так далее вот это одна из задач данной книжки оживить страницы страницы используя различные цвета в основном ориентируясь на те цвета которые уже представлены на странице давайте дальше посмотрим что же здесь еще представлено на самом деле это пособие не только раскраска на некоторых страницах можно встретить наклейки которые используются в нашей игре играем города которые мы раньше играли я поэтому и сказал что это это пособие вдохновляет ну такой определенный новый жизнь новый взгляд на старую нашу игру и даже какой то мере немного усложняет запомните пожалуйста города которые представлены здесь на слайде сейчас мы с вами поиграем отлично вот наша страница с игрой играем в города давайте вот с первых стрелочек и из первых городов начнем играть здесь представлен первый город киев дальше от него стрелочка к вопросу от вопроса стрелочка городу янгон ваша задача вспомнить первый слайд вспомнить городах которые были представлены на ней и угадать какой же город должен быть на месте вопроса он должен начинаться на букву в и заканчивается на букву я какой же это город кто может вспомнить коллеги так да очень сложно да на вы заканчивается на я ирина единична спасибо венеция отлично вот мы угадали первый город венеция ребенок берет наклейку с города венеции и приклеивает на в этом месте где стоит вопрос так давайте еще один город попробуем угадать янгон и лондон между ними должен быть город должен начинаться на букву н и заканчиваться на букву л какой же это город на н коллеги начинается на букву н так как янгон заканчивается на букву н вспоминаем как мы раньше играли мы называем тот город непал хороший город да непал но он должен заканчивается на букву л норильск нам не подходит непал больше подходит да на самом деле у нас наклейки с непалом нету у нас есть наклейка с названием неаполь а и таким образом вот мы угадали уже два города и уже дети дальше будут наклеивать города зависимости от того какой город необходимо наклеить это вторая функция данной книжки познакомить детей с нашей игрой поиграем городах узнать все таки и буквы какие стоят начали какие в конце следующая задача как раз таки является задачей развития межкультурной компетенции здесь необходимо будет соотнести жителей с городами давайте мы попробуем соотнести вот мужчину который стоит такой большой шапки я знаю что вы знаете кто это такой он стоит большой шапки держит мушкет в руках кто же это такой из какого города он находится вот внизу правом нижнем углу да это у нас житель лондона так продолжим так вот он нас житель лондона англия до великобритания отлично вот мы соотнесли этого человека детям тоже надо будет это сделать давайте попробуем еще вот девочка стоять и рядом с ней плюсик нарисую давайте попробуем соотнести вот эту девочку где она живет каком городе токио отлично и вот детям надо будет соотнести коренного жителя его родным городом в этом плане пособия не только предназначены для раскраски для оживления страниц и знакомств с различными и национальностями и национальными чертами и с одеждой национальной и с различными культурами то есть или характеристиками городов здесь можно будет также соотнести вспоминать кто же из какого города или какой город заканчивается и какой следующий будет начинаться это пособие поиграем города раскраска теперь переходим к пособию которая называется азбука поиграем города азбука вот на слайде можете увидеть страницы которые представлены в данном пособии здесь представлены практически все те же самые города столицы стран мира в алфавитном порядке однако здесь уже представлены достопримечательности городов с характеристиками с описанием истории давайте познакомимся скажет ну со первой страницы хотя вот гаван столица острова куба город основали испанские поселенцы в начале 16 века а до них на этой земле жили индейцы гавани существует крепость ла реаль фуэрса заложено в конце шестнадцатого века служила для защиты от пиратских набегов с моря поэтому если вы окажетесь в гавани обязательно посетите крепость леры ле реаль фуэрса и попробуйте выговорить это название для того чтобы дети полностью ощутили культуру этого города сейчас я вам такое задание предлагаю пожалуйста узнайте о каком городе сейчас идет речь я хотел вам определенный город показать да вот один из древнейших городов мира ему более двух с половиной тысяч лет столицы армении проживает более одного миллиона человек из города открывается великолепный вид на гору арарат это город ереван все правильно молодцы отгадали представьте что ребенок который уже научился читать будет задавать вам такие загадки и будет читать историю этого города не называя города ваша задача будет отгадать то будет интересное времяпрепровождение с ребенком вы отгадываете города ребенок загадывает загадки как учитель с учеником можно сказать также и используя данные пособия в течении года можно еженедельно знакомить детей с различными городами с культурой не обязательно только это пособие оба пособия так как содержание у них различные города одинаковые Однако содержание различное. Ведь можно знать достопримечательности города, но не знать культуры города. И вот в этом плане помогает путеводительная раскраска узнать культуру этого города. В течение года, используя каждую неделю, вы как раз успеете к концу года освоить 33 города. Возможно, даже расширить эти знания, и дети в этом плане будут сплочаться группой, так как будут знать, что они осваивают города, развивают свою межкультурную эффективность. Я хочу вам сказать, что эти пособия представлены на сайте Школы Семьи Гномов. Сейчас на них действует скидка 25% до 30 апреля по промокоду МПАДА. И хочу вам сказать, что я могу вам дать... Сейчас я вам предоставляю доступ к скачиванию презентации. Вы можете ее скачать и использовать некоторые города уже в своей работе, рассказывая детям. Сейчас вы можете зайти в вкладку «Файлы» и скачать презентацию, где представлены эти пособия и страницы из этих пособий. Поэтому переходите по ссылке. Администратор сейчас вам отправит ссылочку на сайт Школы Семьи Гномов, где представлены данные пособия. Познакомьтесь, пожалуйста, с ними поближе. Сейчас на них действует скидка. До 30 апреля. Не забывайте, апрель кончается. Ну, на этом я хотел бы сказать вам большое спасибо, что сегодня уделили время нам. Всего вам доброго.